Добрый день, дорогие братья и сестры! Продолжаю серию роликов о молитве святых афонских подвижников и старцев. Сейчас хочу вам зачитать поучение Парфения Муралатаса, очень известный афонский старец, и доставление его, как и все, простые, доступные каждому человеку. На моем канале на YouTube, на который рекомендую вам подписаться и знакомым порекомендовать, стараюсь простым, доступным языком излагать все о монастырях, храмах, гострова Корфу, святой горе Афон, о молитве, о разных других интересных вещах духовного делания, о спасении души. Если вам интересно, хотите поддержать канал, можно любую сумму положить в номер телефона, который вы видите и который увидите в описании. Хоть 10 рублей, если учитывать число подписчиков на канал, то естественно, что даже 10-20 рублей с каждого, и тоже можно будет чем-то квартиру оплатить, так как много лет живу на Корфу только за свой счет. И поездки на Афон тоже не дешево, надо доехать до Салоников, а тут до святой горы Афон. Все стоит денег, и сейчас цельно растут, а работы все меньше и меньше, и зарплаты уменьшаются. Всем сейчас в мире тяжело, и поэтому если нет возможности поддержать деньгами, поддержим друг друга молитвой. Святой Отец Парфений говорит, что в духовной жизни пост, бодрство и молитва имеют ключевое значение. Именно эти три подвига соединяют человека с Богом. Также для спасения необходимо иметь веру и любовь к Богу. Мы должны помнить, что Господь повсюду, Он рядом с нами каждую минуту, слышит каждую нашу просьбу воздыхания, но мы сами должны к Нему обратиться. Бог насильно никого к себе не привлекает. Мы, православные христиане, должны помнить, Господь повсюду. Наша жизнь – это Христос, Пресвятая Богородица, Архангелы, Ангелы и наши святые. Вне церкви нет предания, вне церкви нет спасения. Бог оставил людям свободу. Пока мы не упадем, не опомнимся и не обратимся к Нему с призывом о помощи, Он вмешиваться не будет. А когда попросим Бога, Он даст нам просимое, потому что наш Господь не злой, но милосердный и человеколюбивый. Он всегда хочет нам только добра. Архиматрит Гефрем Мораитис говорит, что борьба наша должна быть постоянной. Не будем делать паузу, поскольку их использует дьявол. Проникая в них, он ставит нас в опасное положение. Молитва, да будет непрестанно, ибо это наше оружие. Когда мы молимся, дьявол не может с легкостью подойти к нам и искусить нас. Мой любимый преподобный Порфириковский левит, о котором есть много роликов на моем канале с его поучениями, рассказами, говорит о том, что в качестве средства для разрешения всех проблем советовал обращаться к молитве. Один человек жаловался, что он часто страдает бессонницей. Отец Порфирий рекомендовал ему лекарство, молитву. Тут последовал совету и совершенно излечился от своей бессонницы. Кроме того, он сажал нечто куда более важное. Хорошо усвоенный урок молитвы при всех своих трудностях. Ты знаешь, что надо делать, когда ты болеешь? Надо просить Бога, чтобы Он простил тебе твои грехи. И Бог, поскольку ты, будучи преисполнен страдания, со смирением, будешь обращаться к Нему, простить тебе грехи и исцелить твое тело. Но будь внимателен, никогда не молись задней мыслью. Не говори, Боже мой, прости мне грехи мои, в то же время, как твой ум всесело занят твоим телесным недугом. Такая молитва не будет иметь результата. Когда ты встаешь на молитву, забудешь свои телесные немощи, принимай ее как гипитимью, наложенную для отпущения твоих грехов. И не беспокойся о том, что будет дальше. Предоставь эту Богу. Он знает, что делает. Сам Господь научит нас молитве. Сами мы не научимся, и никто другой нас не научит. Не будем говорить, я сделал столько-то, столько-то поклонов, теперь благодать не обеспечена. Мы будем просить, чтобы высиял в нас нетленный свет божественного познания и открыл наши духовные очи для постижения божественных словес. Таким образом, мы незаметно для себя возлюбим Бога без насилий, усилий и подвига. То, что легко для людей, для Бога очень легко. Мы полюбим Бога внезапно, когда посетит нас благодать. Если сильно полюбим Христа, то молитва будет произноситься сама собой. Христос непрестанно будет в нашем уме и в нашем сердце. В молитве будем просить лишь спасения нашей души. Разве сказал Господь, ищите же прересарствие Божие, и это все предложится вам. От Матфея 6 и от Луки 12. Достаточно сказать, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Богу нет нужды узнавать у нас, в чем мы нуждаемся. Узнает о всем этом, несравненно лучше нас. С вами и подает нам свою любовь. Задача состоит в том, чтобы ответить на эту любовь, молитвой и хранением его заповедей. Будем просить, чтобы исполнилось воля Божья. Это самое полезное, самое безопасное для нас и для тех, о ком мы молимся. Христос все нам подаст в изобилии, когда есть, хотя малейший эгоизм, не бывает ничего. Ключ к духовной жизни – молитва. Молитвы никто не может научить, ни книги, ни старец, никто, единственным учителем является Божественная благодать. Я расскажу вам, что мед сладок, что он текуч, он такой-то и такой-то, то вы не поймете, пока не вкусите его. То же самое и в молитве. Когда Господь с благородством втолчит двери наших душей, так и мы будем благородно просить того, чего желаем. Если Господь не отвечает, будем прекращать просить о том, если Бог не дает нам то, чем мы так усиленно просим, то для этого у него есть своя причина. У Бога тоже есть свои тайны. Если мы верим в Его благою промысел, если верим в то, что мы известны исключительно все в нашей жизни, Он всегда хочет добра, почему нам не довериться Ему? Помоги нам, Господь, дорогие братья и сестры, если есть какие-то вопросы, пожелания, заказать молитву Мочитель Спиридон Триофонского Чудотворца в других храмах, монастырях здесь на Корфу или на Стойгоре Афон, пишите. Все есть в описании, номер телефона, ватсап, телеграмм, работают постоянно ангела-хранителя и мира в сердце, дорогие братья и сестры.